Мы на месте. Вышла тонкая копия. Вокруг нее как летает что-то. Она руками машет, и на ногах у нее какие-то крепления, как прибитая она. Мы приветствуем Екатерину. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверить ли она нам свое биополе на период сеанса? Она неадекватная какая-то. Нет, она как сумасшедшая. Руками машет, и у нее в ногах она как на иголках стоит. Вот формы какие-то. Хорошо, начнем вытаскивать. То, что там летает над ней. Летает еще, посмотри. Но я не вижу сейчас. Она руками машет. Хорошо проявляется эта сущность, которая летает. У нее над головой установка, и она крутится, создает. А, это установка создает такое поле, да? Ну, от нее идут вниз такие, как нитки. Они крутятся вокруг нее, и создается вид, что летает. А, все понятно. Хорошо, скэнер. Просканируй сейчас. Екатерина над головой и полностью ее тело. Отключи эту подключку. Вытащи все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы с ней связаны. С этой подключкой. Включай их. Ты видишь их четко и ясно. Все микрочипы. Все видно. Ты выдавливаешь это все, выводишь из биополя, отключаешь. Силой моего намерения снимаю. Эти подключки у нее на ногах. Эти подключки выходят, летят в клетку-тюрьму. У нее конструкция на голове, как обруч, ободок такой толстый, крепится через лоб. Дальше пошло сверху, как зонт, и от него нитки спускаются и создают. Там что-то висит и кажется, что что-то летает. Он ей сдавливает голову, поэтому она не в себе готова. Отправляю в клетку-тюрьму. С ног ушло, Вера? Да. Хорошо. Обращаюсь к Екатерине. Екатерина, вы меня слышите? Она держится за лоб, за то место, где был этот обод. Она слышит, да, но ей больно. Мы уже сняли эту подключку. Боли уйдут очень скоро. Вы нам даете разрешение на работу, на диагностику вашу и чистку. Мы не имеем права работать без разрешения. Она говорит, я боюсь их. Если они уйдут, я даю разрешение. Давайте без условий. Но они сильнее. Мы сильнее их. Вас устраивает такой ответ? Вы даете согласие на работу? Она говорит, да, она плачет. Хорошо. Итак, даю команду на счет три. Скэнер сканирует пространство над головой Екатерины, под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует систем тонких тел Екатерины, находит все. От этих подключек в ногах выстраиваются каналы, к ответственным притягивая в клетку тюрьму. И от этой конструкции над головой выстраивая каналы, притягивая всех ответственных под цепочки в клетку тюрьму. А в ногах от этих гвоздей, как сказать, платформ, здесь демон. Какой? 15. 15 герцовый, хорошо. Плотненький демон. У него еще что-то есть. У него в руках пульт какой-то, еще какая-то подключка в ней есть внутри. Демон, что это у тебя за пульт в руках? Отправляю его в клетку тюрьму в соседнюю. Там какая-то как сущность есть в ней. Демон, найди иначе, стойте демона эту сущность, вытащи ее и кидаю в клетку тюрьму отдельно. Пошел процесс. Это то, что делает ее сумасшедшую, я бы сказала. Неадекватная, да. Вытаскивай эту сущность, отправляй в клетку тюрьму. Готово. И что это? Что это? Снимаются маски и голограммы. Сущность предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Демон говорит, что это подсадка. Это такая короткая штука с головой и руками. И руки, пальцы расставлены в разные стороны, она шипит. У нее нет туловища, как такового. И что ты запустил эту сущность в биополю этой души? У тебя есть контракт на пребывание здесь? С ней даже контракт не надо заключать. Постоянно что-то просит. Можно было, но я не хочу. А что она просит, демон? То одно, то другое. А у кого она просит? Молится. А почему ты отвечаешь на эти молитвы? Объясни мне, где она делает неправильно. Я понимаю, эта связь идет с Грегором, который очень плотно связан с вами. Она не понимает слова, которые произносят. Если это внутри, она этого не понимает, то снаружи приходит тот, кто считает, кто услышит. Бросает слова. А я поймал. Здесь все понятно. Кто у нас еще, Вера? Пятнадцатый демон плюс сущ. Здесь гуманоид. Вот. Тоже интереснее. А все? Один гуманоид и один демон? Да. Откуда гуманоид? Куда? Сколько ты находишься в этом биополе? Год и семь месяцев. Сколько демон находится в этом биополе? Два года. Два года. Итак, у нас один гуманоид с Уты, и у нас демон пятнадцатый со своей сущей. Больше никого у нас нет. Начинаем тогда с реверса энергии. Перед тем, как мы начнем, сканер дай мне полниту души Екатерины на настоящий момент. Девяносто девять. Значит, гуманоид еще не успел отщипнуть частицы души и отправить в свой мир. Даю команду тонкой копии Екатерины спроекцировать все энергетические сферические каналы к гуманоиду, демону, этой сущим, а также выстраиваться каналы к подключкам в ногах демона и к этой конструкции гуманоида. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей форм. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Екатерине. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. И посмотри, что куда идет. Вот к этой сущей идет перепады настроений сильные. Она то очень-очень злой была, а то плакала, сидела. Понятно, сущей играла на эмоциональном уровне. А гуманоиду что идет? Вернее, к его конструкции. А здесь голова мысли, разговоры какие-то. Она как сама с собой разговаривает, у нее длинные предложения, что-то сама себе доказывает. Итак, гуманоид, цель твоего пребывания в этом биополе? Запугать и отщипнуть то, что нужно мне. И что тебе нужно? Душа, тело, энергии. Все, чего у тебя нет, да? Значит, ты обыкновенный банальный... То, что можно обменять на более полезные. Ну, понятно, тебе риск... Продукт. Тебе риск твоей охоты, в принципе, понятно. Риски, которым ты себя подвергаешь, находясь в чужом биополе. Ты находишься сейчас в клетке-тюрьме. В принципе, она имеет полную власть над тобой. Может тебя одним словом уничтожить. Она даст команду мне, а я исполню эту команду. И ты просто перестанешь существовать. Она также может сказать достать живую плазму и дать тебе ее в дорогу в знак благодарности. Я не промедлю ни секунды. Ты понимаешь, как близко ты подошел к этой грани, которой нельзя переступать. Откуда у вас плазма? Мы не фантазируем. В моих руках появляется шар живой плазмы. Один, два, три. Так вот, она первый раз появилась здесь. В этой комнате диагностики, где ты находишься. После этого было уничтожено несколько гуманоидов, ящеров, которые частично долетели до своей чистоты после ее применения. Или ты сомневаешься, что это настоящая живая? Он смотрит в комнату, он смотрит в клетку, он говорит, что его не должно быть здесь. И тем не менее, ты присутствуешь здесь. Устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы. В порядке реверса. Екатерина забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Сили потоки в 50 раз. И забираю из конструкции гуманоида и демона частички ДНК, биоматериал, все родные энергии. Все, что на чистоте Екатерины находится, мощным потоком пошло назад. Усилие потоки в 50 раз. Ей улыбки, радость, спокойствие возвращается из конструкции гуманоида. Так он ее кошмарил эти последние два года. Один из семь года. А она своими просьбами подпитывала только демона. А вот от этих платформ с гвоздями ей возвращается физическая энергия, здоровье. Силы. Да, у нее боль ушла и здоровье возвращается. Все, что украл. Не украл, а поменял. А на что, что ты ее менял? На боль. Ну, боль. Смотри, какой равноценный обмен у тебя получается, да? В принципе, от демона чего ожидать-то другого? Он же не может дать энергию счастья, любви и здоровья, правильно? Демон? Ну, только может украсть. Обменять, конечно же, обменять. А реверс закончился. Хорошо, начинаем с вытаскивания. Итак, демон, есть ли лярвы в биополе Екатерины? На руках. А чего на руках? От твоих этих вот веревок? Она много машет руками. Он показывает, что она отмахивалась от конструкции гуманоида, и она молится и руки складывает в мольбе. Молится и Грегору. Давайте говорить уже открытым текстом, так как оно есть. Хорошо. Ты хочешь получить эти лярвы? Они тебя интересуют. Это вокруг рук такие серые энергии, да? Он хочет. Тогда сначала выходи и снимай все, что осталось на твоей чистоте, что мы еще не сняли. На месте должен, что ты все снял. Я дам отдельную команду. Приступай. У него такие тонкие, как веревки вокруг ног. Сняла. Разрешайте забрать все лярвы. Забирай, ничего не забывай. Возвращайся назад. Это как воздушная вата. Он ее снял с рук. Одну спрятал, одну ест. Он все снял? Да. Хорошо. Он в клетке? Да. Идем дальше. Скэнер просканируй сейчас Екатерину на чистоте гуманоида с УТИ и его подключки конструкции. Не осталось ли что-то невытащенным? Пошел процесс. Микрочипы особо контролируем. У нее от затылка вниз по спине идет подключик. Снял она ее. Значит, на спине осталась еще у нее подключка, да? Что мы не вытащили? Скэнер нашел ее, да? Да. Отправляя в клетку тюрьму, даю команду на рассинхронизацию Екатерины с гуманоидом и его подключками, демоном и его подключками. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Пока идет рассинхронизация, скэнер дай мне полноту души Екатерины на настоящий момент. Сто процентов. Хорошо. Она сейчас обняла себя и как лелеет, качает свою душу, напевает ей что-то. Рассинхронизация закончилась. Включая внутренний белосет Екатерине, этим светом она выдавливает из себя все негативные патогены, низкоаберационные, чужеродные, остаточные энергии, на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Шар. Да, шар. Открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая печатаю, растворяю, даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Екатерине, помогая моей энергией отстегнуть ей все каналы на счет 3-1-2-3. Удар. Отлетает канал, отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал уходит на переработку, закрывая печатаю, растворяю. Готово. Проверку прошли. Итак, Демон, ты находишься в квартире, где она живет сейчас? Зачем мне квартира? Мне и тут хорошо. Это да или нет? Нет. Хорошо, я бы тебе не рекомендовал, потому что если придет заказ на чистку квартиры, через минуту я буду там. Второй раз я не буду так разговаривать вежливо с тобой. Ты готова уходить на свою чистоту? Хотел бы забрать все. Мы не отдаем ничего. Мои сущи. Нет. Сапожки. Существо и органическое. Ставим маячок зеленый, красный, органическое, неорганическое. Органическое и зеленое. Нет, красный маячок. Хорошо, сущ никуда не уйдет. Демон, ты единственный можешь уйти, если хочешь. Если нет, будешь стоять здесь. Итак, ты остаешься или уходишь? Дай хоть сапоги забрать. Я не отдаю тебе в этой комнате диагностики никаких подключек. Если бы ты здесь не находился, ты бы все это мог не терять. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистке демона. Демон уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Он говорит, хоть рога сохранил. Это верно. Готово. Под сущей открывается воронка в галактическое ядро. Она уходит на переработку. И туда же летят все подключки на ногах, которые были. В галактическое ядро. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связи. Али на связи. Куманоид Ута, 1,7 года сидел в биополе. Установил конструкцию, от которой она постоянно отмахивалась. Она стояла над головой. 1% был энергии, вернее, частичек души в его конструкции. Но это было наверняка только начало. Можешь не продолжать, забираем его. Благодарю тебя. Он был удивлен оказаться в комнате, где применяет живую плазму. Конструкцию забираем. Готово. Идем дальше. Выходит эмоциональный фантом. Гармонизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Екатерина, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Замечательно. Очень спокойно и уверенно. Вся моя сила внутри меня. Так и есть. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот душа, для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Екатерины в ее систему биоробот душа. Заводим. Подключаем к каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.